Для начала ответим на интересующий многих женщин вопрос. Почему одни рождаются блондинками, другие брюнетками, а третьи шатенками? Это зависит от окрашивающих пигментов, отвечающих за натуральный цвет волос. Первый из них, эомеланин, придает волосам насыщенный каштановый цвет. Другой, феомеланин, окрашивает волосы в тон посветлее. Третий пигмент, триохром, отвечает за красно-рыжие оттенки. А четвертый, осимеланин, работает с волосами блондинок. Разная комбинация этих пигментов и дает свой колер, вплоть до черного. Замечено, что брюнетки сидеют раньше, а потерявшие пигмент отдельные волоски заметнее в окружении темных собратьев. А вот блондинки сидеют позже, и на их голове седина не так заметна. Отсюда закономерность, чем менее интенсивный цвет волос у человека, тем он... Советы для женщин, не желающих сидеть. Посидение – процесс постепенный. Сначала белеют виски, потом макушка, затем вся голова. С помощью специальной методики инфракрасной спектроскопии ученые обнаружили, что в основе побеления волос лежит нарушение расщепления перекиси водорода в волосяных луковицах, когда в них снижается активность фермента каталаза. Противостоять этому процессу помогает аминокислота L-метионин. Возможно, на ее основе в ближайшее время будет разработано лекарство от седины. А пока каждый ищет свой выход. Кто-то оставляет все как есть, а кто-то пытается от седины избавиться. Так, по статистике, 49% российских женщин красят волосы. Кстати, и некоторые мужчины от них не отстают. Если вы хотите спрятать седину, помните, что нужно красить корни волос каждые 4-8 недель, иначе о вашей тайне догадаются все. Еще один секрет. Для седых волос не подходит тонирующее окрашивание. Если посидели только отдельные узкие прядки и волоски, их стоит замаскировать милированием. Сейчас продается немало красок, позволяющих вскрыть седину. Надо только правильно выбрать цвет. Отдавайте предпочтение краскам спокойных тонов, которые по оттенку будут максимально приближены к вашему натуральному цвету. Дальше следуйте инструкции. У каждого средства свои хитрости окрашивания. Для начала попробуйте окрасить кончик небольшой пряди. Если не понравится цвет, всегда можно ее отстричь. Обязательно надевайте перчатки, чтобы не окрасились руки и ногти. Можно воспользоваться и естественными красителями. Давно зарекомендовавшие себя натуральные средства не только закрасят серебряные нити, но также полечат и укрепят волосы. Кроме того, природные красители хорошо ложатся на седые пряди. Правда, после первого окрашивания можно получить лишь светлый оттенок желаемого цвета. Зато повторная покраска. Если вы посидели, но хотите опять стать шатенкой, смешайте одну столовую ложку крепкой чайной заварки, одну чайную ложку коньяка и яичный желток. Разотрите компоненты до однородной массы. Равномерно намажьте волосы, наденьте на голову полиэтиленовый пакет, поверх него теплую вязаную шапочку. Спустя полчаса смойте краску теплой водой. Смешайте хну и басму в равных частях. Разведите кипятком до консистенции сметаны, чуть остудите и нанесите на волосы. Через полчаса смойте теплой водой. Если вы хотите, чтобы цвет был не столь насыщенным, а просто золотистым, держите на волосах только кашицу из хны, но не более 10 минут. А если нужен насыщенный оттенок красного дерева, смешайте в равных пропорциях хну и порошок какао. Разведите хну не кипятком, а горячим чаем и покрасьте волосы. Цвет будет светло-каштановым. Крепкий черный чай соедините с растворимым кофе или порошком какао в равных количествах. Перемешайте и втирайте в волосы, распределяя по всей длине. Через 40 минут смойте. Вы получите тон красного дерева. Если вы хотите опять стать брюнеткой, смешайте одну часть хны и две части басмы. Разведите кипятком до состояния густой сметаны. Разотрите, чтобы не было комков. Нанесите на волосы, через час смойте. Если хотите стать снова блондинкой, залейте 25 грамм луковой шелухи стаканом воды и кипятите 20 минут. Этим отваром промывайте волосы всякий раз после мытья. Залейте 100 грамм сухой лекарственной ромашки стаканом кипятка. Чем ромашки больше, тем насыщеннее получится цвет. Настаивайте 40 минут, процедите настой и промойте им голову.